Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ля Минор. Меня зовут Ксения Стрич. В эфире программа «К нам приехал в гостях». У меня сегодня исполнитель Сергей Ершов. Затянусь я крепкой папиросой, поломаю пальцами мундштук. Две недели подряд, до конца сентября, шли дожди и опять вспоминал я тепло твоих рук. Улетают, устремляясь к югу, зимовать журавли. И уходит с каждым новым кругом высоту белый клик. И пусть снова наступила осень, и теперь мы в разных городах. Ты такая одна, ты одна мне нужна. И за то, чтоб с тобой рядом быть, все на свете отдать. Улетают, устремляясь к югу, зимовать журавли. И уходит с каждым новым кругом высоту белый клик. Улетают, устремляясь к югу, зимовать журавли. И уходит с каждым новым кругом высоту белый клик. На прощанье журавлиной стае для тебя передам. Что как только все снега растают, я вернусь навсегда. Улетают, устремляясь к югу, зимовать журавли. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Из Саратова, если я не ошибаюсь. Из Саратова. Если я не ошибаюсь, уже был ты здесь на программе «К нам приехал». Был и с тобой. И со мной, да? Как интересно. А как давно это было, память девичья? Ой, слушай, по-моему, год назад, а может полтора. Мне кажется, больше. Хотя сейчас я уже однократно говорила и повторюсь. Со временем происходит… Время вяжет быстро. Да нет, совершенно нет. То, что вчера не помнишь, то, что пять лет назад, как вчера, то есть какая-то такая странная история. Это точно. Тем не менее, в общем, ты понял, что я ничего… Я все про тебя забыл. Все забыл. Да. Поэтому могу, в общем-то, наверное, повториться каких-то своих интересующих меня вопросов не обессудь. К тому же, в общем-то, я думаю, что за эти полтора года, я так надеюсь, что аудитория телеканала «Ля минор», в частности, зритель программы «К нам приехал», преувеличился, преумножился. И вполне возможно, что для многих ты как раз сегодня впервые. Возможно. Возможно. С чем ты пожаловал на предмет? У тебя какое-то событие? Или там выходит альбом? Или есть какие-то новые песни? Обязательно какой-то должен быть повод? Ну, альбом, да. Альбом обязательно… Скоро, кстати, выходит альбом, где-то через месяц приблизительно, полтора, так думаю. И, естественно, да, которые сегодня песни я буду петь, это все новые песни. В тот раз мы пели первый альбом, а этот… То есть сегодня ни одна песня не повторится из тех, которые были… Из тех, которые были, ни одна не повторится. В прошлый раз, и вполне возможно, что какие-то вообще прозвучат в первую. Да, которые… Есть там песни, да, две-три песни, которые прозвучат. А как альбом этот будет называться? По первой песне, которая называется такая «Одна журавлик»? Скорее всего… Ну, может быть, еще «Любовь – красивая игра». Может быть, тоже такое. Ну, все равно что-то такое про любовь. Ну, что-то про любовь в любом случае, конечно. Судя по первой песне, как я понимаю, если она такая одна из ударных в этом альбоме, то, в общем, альбом предполагает быть лирическим и уничтоженным, то есть скупленным, с прилавков в магазинах, больше женской аудитории, я так думаю. Ну, наверное, да. Но там будут, конечно, не только такие песни для женщин, которые, в общем-то, всякие… Ну, там… Есть песня «Мужики», в конце концов. Ну, есть, да, есть такая песня. У нас есть звонок. Давай послушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, Ксения. Светлана, погромче, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Сергей, хорошо поете? Спасибо. Скажите, пожалуйста, давно ли вы поете и пишете, и учились ли вы в музыкальной школе? Вот, хороший вопрос. Учился в музыкальной школе, это было очень давно. А тогда только ленивый, наверное, не учился в музыке, а больше ничего не было. Либо спорт, либо музыка. Меня мать с отцом загнали прямо туда, учился, да. А потом я долгое время пел по ресторанам, играл на бас-гитаре, играл в ресторанах, в клубах. Ну, тогда клубов не было еще. Рестораны. Или рестораны просто. Кабаки даже. Кабаки, да. Кабаки называли. Это был вообще кайф той жизни, если честно говоря, до сих пор это все вспоминаю. Так было здорово. По свадьбам играли очень много. За еду. Ведь тогда же. За столик же играли очень многие. Да, да, да. Потому что нечего было есть совершенно. Вот, реально, да. А там как-то с банкета чуть-чуть перепадало что-то. Да. А потом долгое время вообще как-то я отошел от музыки. А потом был у меня период, когда я в Монголию приехал. И там еще шесть лет я пропел и проиграл. Вот я про Монголию что-то начинаю вспоминать. Да, было такое, да. Потому что такую страну забыть нельзя. Да, да, да. Вот там еще было. А вот уже сейчас, вот последнее, когда уже здесь я, ну, наверное, года четыре назад я попробовал для себя спеть одну песню. И как-то спел, а потом захотел вторую спеть, а третью. Как-то вот так вот и спел. То есть, в общем-то, молодой артист как исполнитель одиночка. Ну, молодой, конечно. В общем-то, да, потому что четыре года, на самом деле, такой сольной карьеры. Прямо молодой, да. Прямо на это. И уже второй альбом. Да. Как хорошо. То есть, по большому счету, в своей жизни ничем, кроме музыки, не занимался? Нет, по большому счету, занимался многим как раз. Кроме музыки, занимался всем. Музыка как раз вот сколько. А, то есть это все-таки всегда было как хобби, как такой кайф. Ну, больше, да. Для кайфа. Любил я просто. Да, когда вот есть свободное время, вечерами, там, для общения, так, для удовольствия, снять стресс от пережитого за день. Да. Да. А сейчас музыка на профессиональном месте или также на любительском? Ну, не мне судить, как бы, я не знаю. Ну, я так думаю... Нет, я имею в виду, но есть работа, куда надо ходить? Или... Нет, есть, конечно. А, вот, вот. Ну, я не то, что как надо туда ходить. Туда не то, что надо ходить, но прихожу. Ну, захаживать надо иногда. Захаживаю иногда. Чтобы просто о тебе не забывали. Захаживаю, да. Иногда захожу. Чтобы как-то, не знаю, поделиться свежими анекдотами. Ну, да, да, да. Ну, как-то, я не знаю, спросить, как дела, там, я не знаю. А теперь просто, ну, вот петь нравится, реально. Прям нравится петь. Угу. Люблю. Хорошо. Следующая песня называется «Гитара». Если она, если она принадлежит твоему перу, потому что какие-то песни, как я поняла, ты сам пишешь какие-то, кто-то тебе пишет. То, в общем, все, что необходимо знать нам о той или иной песне, там, твоя она, не твоя. Это песня «Гитара». Эта песня написал ее Цыганов, слова Цыганова, а музыка Федоркова. Угу. Вот. Вот. Какой талантливый альянс, на самом деле, Федорков и Цыганов. Да. Так, «Гитара». Талантливый альянс. Какая талантливая нанесела Заступынь, сулка в И бедных А где счастье украла Все расскажет гитара Своей медной струной Все расскажет гитара О любви и разлуке О потерянном счастье Обо мне и тебе Полетят словно птицы Те волшебные звуки И расскажет гитара О беспутной судьбе Полетят словно птицы Те волшебные звуки И расскажет гитара О беспутной судьбе Сколько лет она плачет И сколько смеется Ни года, ни столетия Невластны над ней Во дворцах под забором Поет где придется Чем больнее на сердце Тем она веселей Во дворцах под забором Поет где придется Чем больнее на сердце Тем она веселей Все поет про любовь Про слепую удачу Про залетное счастье Цыганскую груз Не смотрите на слезы Нет, нет, я не плачу Это плачет гитара А я веселюсь Не смотрите на слезы Нет, нет, я не плачу Это плачет гитара А я веселюсь Не смотрите на слезы Нет, нет, нет Нет, я не плачу Это плачет гитара А я веселюсь Какая хитовая, не побоюсь этого слова, хитовая песня Да-да-да-да Ну, хорошо, постарались Нет, ну авторы-то такие, в общем-то Авторы серьезные Да-да-да, серьезные И вот в связи с этим вопрос Как довелось познакомиться Встретиться, выйти на них Потому что я думаю, что в жанре Немало людей хотели бы посотрудничать с этими авторами Ну, как-то вот получился Первый альбом, который выходил Когда еще я приезжал первый раз Это было там наполовину Как раз песни были Федоркова С Сыгановым это одна вот песня Одна только песня А в основном у Федоркова мне много написал Ну да, кстати, странно Потому что Сыганов, он обычно со Слуцким работает А Федорков, я не знаю, кого из поэтов Но с Таничем вот он долго работал Белкин, там есть такой поэт Белкин С кем работает Работал, может, сейчас не знаю Но мы с Федорковым записали, наверное, семь песен Ну, это талантливый человек, Саша, очень хороший Мы стали с ним друзьями Нет, а просто как пересеклись, где, потому что он здесь Ты в Саратове Вот как-то так получилось Вот познакомились, нас свели Люди, одни общие у нас были знакомы Они свели, позвонили ему, позвонили мне Потом я приехал из Саратова в Москву Мы с ним подружились Решили тоже записать одну песню Записали одну, потом записали еще шесть или семь То есть понравилось как-то с этого песни Понравилось, да, чуть-чуть понравилось А начиналось все с Медяник, со Славой Первую песню я у него записал На его студии записывал Ну, по всей видимости, на студии так оно и бывает В общем-то, я знаю большинство артистов А почему нет? Ну, да Как журналисты ходят на какие-то... Ну, сейчас их меньше, а вот в 90-е было Всякие презентации и так далее Чтобы больше обменяться всякими визитками Навести какие-то контакты, так сказать Засветиться Вот, так и сейчас, я знаю, на студии уходят На такие раскрученные, там, как у Кальянова, там, у Медяника Потому что там можно наткнуться на какого-то весьма полезного В самом хорошем смысле этого слова Человека, интересное какое-то знакомство Потому что, естественно, все люди воспитанные Все обязательно будут представлены и так далее А чего? Это и есть его величество случаев Которые надо хвататься А часто в Москве бываешь? Ну, да, периодически, конечно, бывает Это с работой связано, да? У меня и с работой это связано И вот по творчеству Как бы вот так вот пересылось Ну, даже, наверное, в последнее время-то я чаще в Питер езжу Человеку Ну, и туда, и туда Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Такой у вас приятный голос Это еще простуженный Так многим даже, наоборот, простуженный голос-то украшает Может быть Я хочу поблагодарить Сергея за его песни Спасибо За его душевные песни За песни про любовь За песни, которые идут от сердца и проникнуты чувством добра, любви Просто изумительные песни Спасибо, Сереженька, тебе за них Спасибо большое Спасибо Спасибо Вы говорите прямо голосом музы Я уже понимаю, да Нет, прямо, да Как? Муза должна время от времени посещать поэта В связи с тем, что у поэта дома, жена и дети То поэт сам вынужден посещать музу Так, я считаю, к вопросу о поэтах и вообще настоящих артистах Коим ты стремишься, одним из них, да Встать в ряды достойных настоящих артистов Ведь правда же? Ну а зачем? Зачем по минимуму? Надо в задачу максимум Так вот, у настоящего артиста, мое глубокое убеждение В репертуаре непременно должна быть песня про друзей Про настоящую мужскую дружбу, обязательно Да, будет Вот Про маму обязательно должна быть песня Естественно, про любимую Какая-то одна обязательно должна быть такая стебная, шуточная Какая-то такая песня, такая вот просто ржачная, да И, конечно же, новогодняя Конечно же, новогодняя И вот я к чему вот новогодняя ночь Следующая история как раз в преддверии Нового года Субтитры делал DimaTorzok Кружится белая хлопья над городом сон Приходь зимы все одеть в белоснежный наряд Ты уж прости, что своим звонком телефон Я потревожил твой сон, но признаюсь, я рад Рад, что услышал твой голос до боли знакомый Рад, что могу просто так вот с тобой говорить Ночь для меня оказалась подругой Бессонной, я хочу хоть немного с тобою побыть Новогодняя ночь нас с тобой познакомила Новогодняя ночь нас с тобой развела И такая же ночь мне об этом напомнила И такая же ночь в дом тоску загнала Ты уж позволь, я представлю тебя, как сумею В белой атласной рубашке, удобной для сна С книгой в руке засыпающей в мягкой постели Ты возвращаешься в сон, где царила весна Только сейчас ты не спишь, это точно я знаю Сквозь расстояние слышу дыхание твое Лишь об одном в это позднее время мечтаю Чтобы украсили мы нашу елку вдвоем В новогоднюю ночь загадаем желание В новогоднюю ночь будем только вдвоем И в такую же ночь, зачеркнув расстояние Новогоднюю елку в полночь зажжем В новогоднюю ночь загадаем желание В новогоднюю ночь будем только вдвоем И в такую же ночь, зачеркнув расстояние Новогоднюю елку в полночь зажжем Сергей Ершов, гость сегодняшней программы К нам приехал Вот если, собственно, сам пишешь То почему обязательно нужно обращаться К услугам композиторов, поэтов? Не всегда идет Не всегда просто идет А, например, пополнять репертуар Ну, пополнять, тут даже не в том дело пополнять Но если песня красивая, если вот она к душе Ну, почему, какая разница, что ты ее сам написал Что ты ее у кого-то, допустим, взял и поешь Ну, если она мне нравится В общем, если кто-то делает лучше, чем ты Ну, да, да А иногда мне действительно приходит что-нибудь Мне ночью иногда снится мелодия Ночью снится, просыпаюсь, пишу Бывает такое Но это бывает редко Почему, не знаю Ну, когда-то вот что-то происходит, наверное, в жизни Что-то вот все-таки бывает Есть у нас телефонный звонок Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте, Ксения Здравствуйте Здравствуйте, Ксения Меня зовут Галина Я из Москвы Здравствуйте Здравствуйте Мы ваши слушательницы в последнее время стали с мамой Моей маме почти 80 лет Ксюша, во-первых, от нее большое спасибо За введение передач И вообще И благодаря ей я любила вот ваши передачи и шансон Я хотела вопросить Сергею Извините, конечно, раньше я не слышала Ваших песен Добрый день Но в исполнении сейчас вот ваших песен Хотя бы несколько Мне тембры голоса И, конечно, звучание И вообще содержание песен И мне вопрос А у вас есть какая-то песня Вот, дорога вам Связанная с чем-то Тяжело далась Которая вам Ну, как бы Ну, сокровенная такая Да, да, да Ну, ради кого-то, может быть Кому-то посвященная Вот, спасибо большое всем И вам творческих успехов, Сергей Да, спасибо вам большое Ну, такая песня, конечно, есть В общем-то И даже не одна такая песня есть И, в общем-то, все песни, которые Я вообще не пою ту песню Которую не понимаю Я не пою Естественно, для кого-то Нет, ну, дело в том, что Обычно, например, если взять Какую-нибудь там клубную программу Ну, да Я имею в виду клубная программа Не в смысле, что там Веселуха, расстанцовка и так далее Я имею в виду время 40 минут Да, этот концерт То есть так-то полтора часа Может быть, два Да, такой полноценный концерт Вот А клубная программа Она от 30 до 40 минут Вот так Больше не нужно Потому что Ну, так как-то принято Вот Естественно, а песен там на два часа Да, грубо говоря Или там на три Вот Естественно, какие-то песни Выкидываются А какие-то обязательно остаются Потому что и Ну, и по настроению понятно Но самое главное, что они просто вот Особенно дороги сердцу Вот, наверное, про такую одну песню Говорила Галина спрашивает Ну, есть такая песня И она Эта песня сегодня будет Звучать Ну вот Раз нельзя выкинуть Сегодня будет звучать эта песня Два бокала она называется Да, да Скоро Смотрите программу до конца Прозвучит Ответ на ваш вопрос Галина А так вообще Как бы, ну, песни все Надо Вообще Для меня в песне Самое главное Это смысл Слово Это самое главное Чтобы понимать, что ты поешь Чтобы для души это было Чтобы ты понимал Чтобы душой можно было петь Ну да Потому что этот жанр Едва ли можно назвать танцевальным Хотя, в принципе Сейчас практикуются Ремиксы, ремейки Вот это все Да, да, да Такие штуки Но на самом деле Не знаю Потому что Заглушать ногами Смысл То есть еще Можно какие-то Шуточные, может быть Песни делать Такие танцевальные С бочкой А так, в общем-то Специально Забивать бочкой Содержание Ну, хотя есть Вот вообще За душу взяла Большое вам спасибо Откуда вы звоните Извините Появлялись на экранах Спасибо вам большое Откуда вы звоните Из Урала, нет? Да, да, да С Урала, да Я слышу Я люблю эти места Я там бывал Очень много А я очень люблю А рано ушел Сейчас-то как хорошо Я рано ушел Я не знал Что это все будет Я не знал Что это все разделится Понятно Хотя, как говорится Может, оно и к лучшему Вот тут товарищи К лучшему, да Страдают Страшное название Следующей песни Керамзит Что такое Керамзит? Это вот был Такой Эта песня Вообще У меня родилась Керамзитовый снег Да, очень давно родилась Эта песня Я один раз увидел Такую картину И вот решил Эту песню Такую написать Это красный такой, что ли? Да Это вот на окраинах городов Есть такие Я не буду назвать Называния городов Вот меня просто поразило Где люди живут На окраинах городов И снег красного цвета Вот выпадает снег И он становится красным В Кемерово так И вот в этих трущобах Живут люди Я вот это увидел И у меня сразу отложилось Что мне это надо спеть В Кемерово так Вот я удивительно И не хочу, конечно, никого обидеть Кто смотрит Порабыру в Кемерово Мне наоборот поразило Но у меня было Потому что Между Кемерово И Солнцем Такой пласт Вот ты меня понимаешь Я был в шоке Когда увидел эту картину У меня была депрессия Недели две Я там была всего два дня Так люди живут На этих условиях Вот что И меня эти люди Они меня просто поражают Я готов поклониться Перед всеми этими людьми Которые там живут Керамзитовый снег Такая история Керамзитовый снег За забором лежит Это значит опять Наступила зима Словно алая кровь Красит снег Керамзит И забота одна Не сойти бы с ума Нас не надо учить Нас не надо лечить Не вложить нам ума Мы по жизни больны Нас не надо считать Нас не надо любить Нас волнует одно Как дожить до весу И мне кажется, что Не в родной я стране И живу погруженный В безрадостный сон Сердце словно в дыму От душа вся в огне Отвернись и не слушай Мой стон Керамзитовый снег Не для мест центровых Не для ярких огней И зеркальных витрин Он для грязных окраин Трущоб заводских Там, где солнце закрыл Керамзитовый дым Где не виден просвет В безнадежной судьбе Где считают копейки За свет и за газ Где не выбрать дороги Ни мне, ни тебе Где давно уже все Порешали за нас И мне кажется, что Не в родной я стране И живу погруженный В безрадостный сон Сердце словно в плену От душа вся в огне Отвернись и не слушай И мне кажется, что Не в родной я стране И живу погруженный В безрадостный сон Сердце словно в плену От душа вся в огне Отвернись и не слушай мой стон Сердце словно в плену, а душа вся в огне Отвернись и не слушай мой стон Отвернись и не слушай мой стон Отвернись и не слушай мой стон Продолжая тему обязательного репертуара программы «Минимум» настоящего артиста, и еще обязательно должна быть песня про Родину, желательно социальной наклонности. Вот она у тебя тоже. Вот она есть. Ну, это действительно цепануло за душу, когда увидел это. Я говорю, я, в общем-то, такой довольно-таки жизнерадостный человек, привыкший с детства к путешествиям, к переменам, к разным условиям, к разным обстоятельствам, в силу всяких гастролей. Когда папа был жив, я с ним на гастроли ездила, маленькая была. То есть меня трудно чем-то таким поразить, действительно. Ну, так, чтобы после очередного такого проведения мероприятия в городе, концерта, я не помню даже, давно это было, чтобы я приехала и пришибленная ходила две недели просто. Реально испорченное настроение, подавленность такая вот абсолютно. Это действительно так. Ну, ладно, к светлому, к творческому возвращающему. решаемся. Ты сказал, что по мере вот там, чем дальше влез, тем ну его нафиг, да. Вот. Приходится чаще и чаще все приезжать там в Москву или там в Санкт-Петербург. Так вот, конечно, я понимаю, но не наездишься. А ведь действительно, если серьезные взгляды на пение, на творческую вот эту вот историю какие-то действительно закидываются не для себя, не для друзей, а так вот как-то по большому счету, то все равно ведь все это происходит здесь. Так вот. Ну, конечно, в общем-то, да, происходит здесь. Но пока еще не созрел. Ну, пока еще не созрел. Хотя вот уже к Питеру я где-то так подсозреваю потихонечку. Ну, потому что Питер ближе к Саратову, я имею в виду по... А потому что у меня дочь поступила туда в институт в этом году. А, еще, ну, еще, наверное, это это. Она поступила в институт туда, в медицинский. Потому что все-таки он такой чуть быстрее Саратова, но медленнее Москвы. Вот, потому что сразу в моем возрасте из Саратова в Москву как-то опасно. Ну, да, да. В общем-то, так слишком быстро. Ну, да, пошаговая такая история. Это неправильно. Надо сначала поэтапно, когда я в Питере сначала. Ну, да. Поэтому может быть. Потому что дочка-то, скорее всего, уж точно в Питере останется, а то и в Москву еще рванет. После института вряд ли в Саратов вернется. Не возвращаются обычно такие студенты. Ну, что будет-то. Добрый вечер. Здравствуйте. Ксюня, добрый вечер. Добрый. Я только что прослушала песню «Карандит». Она мне просто душу вбодрнула. Спасибо, Сергей, за его душу. Пожалуйста. Вот человек без души не смог бы написать бы такую песню. Я вижу этих людей, которые там живут. Спасибо вам большое. И за ваш патриотизм. Спасибо. Понимаете, спасибо вам большое. Побольше таких песен, пожалуйста. Спасибо вам. Как сказала «Крандец», «Трындец», «Крандец», «Крандец», «Крандец». Ну, «Крандец» так подорвало. И вот это, собственно, первая песня, пока прозвучавшая, которую написал именно ты. Да. То есть это, ну, естественно, по твоим впечатлениям я тоже удивился, потому что тоже можно написать. Ну, конечно, можно пересказать свои впечатления, и человек, в общем-то, или возьмет билет, слетает, и тоже, чтобы через себя пропустить, но, скорее всего, думаю, это все-таки авторская история. Это я видел, да, не в одном городе причем. Вот что, не буду говорить города, но не в одном. Ну, да, да, конечно. Там же вот где все эти заводские истории. Ну, да. Вся Челябинская область, там эти все. Трындец. «Любовь – красивая игра». Три слова о прекрасном. Уже темнеет потихоньку, «Все темнеет. И скоро спать ложится все. Пальто не взял с собой сегодня. Тебя встречал, замерз совсем. Все изменится, ветер сменится, Только ты всегда, какая есть. Нам обещают холода, Но я не верю, Ведь одинокая звезда Нам дарит теплый свет. Я буду рядом и всегда Тебя согрею. Любовь – красивая игра, В ней проигравших нет. Две чашки кофе раннем утра, Ты оставайся у меня. Я так устал считать минуты, Ведь я всегда любил тебя. Все изменится, ветер сменится, Только ты всегда, какая есть. Нам обещают холода, Но я не верю, Ведь одинокая звезда Нам дарит теплый свет. Я буду рядом и всегда Тебя согрею. Любовь – красивая игра, В ней проигравших нет. Нам обещают холода, Но я не верю, Но я не верю, Ведь одинокая звезда Нам дарит теплый свет. Я буду рядом и всегда Тебя согрею. Любовь – красивая игра, В ней проигравших нет. А вот эту песню я отлично знаю. Да? Да, потому что она довольно часто В такой неплохой ротации На некоторых радиостанциях. Просто не надо называть Нет, я не называю, я говорю, да. Просто я попадала на эту песню Несколько раз И даже немножечко здесь подпевала, Что является законом хита, Когда начинаешь подпевать На второй или на третий раз, А вот эту, кстати, песню Он написал Слава Быков. Да? Да. Мы с ним сейчас В последнее время сотрудничаем. А он классный, Он такой мелодист классный, У него такие красавицы песни. А человек какой классный, добрый. Да, да, да. Вот таких вот сейчас людей Редко встретишь. Это реально редко. Ну, наверное, на Волге-то побольше. Или нет? Ну, есть, конечно. Но как Слава, таких мало. А сильно ли город Саратов изменился? Вот я очень давно там не была. Но раньше это же была Очень такая театральная столица, Я бы сказал. Это и сейчас она осталась Такой же театральной. Потому что там оттуда И много артистов известнейших. Многие из них, к сожалению, Женя, существуют. Ну, да, очень много. Да, ушли. Янковские. Янковские. Да, да, да. Табаков. Очень много. Вот. И вообще там очень город... Не хочу обидеть культурную столицу, Вот. Но там очень вот походы в театр, Это было всегда, Ну, я не знаю, В советские времена, Во всяком случае, Были очень воспитаны на театре. Нет, это до сих пор точно так. Да? Так же есть? Совершенно то же самое. Ну, слава богу. Город действительно очень культурный, Очень... Ну, я люблю свой город. Я там родился, я вырос. Ну, парни, много холостых на улице в Саратове? А вот не знаю. Не знаю. Не знаю. Я не холостой, не знаю. Да, да, да. Нет, я просто спрашиваю так, Песню вспомнила. Нет, нет. К вопросу о новогоднем настроении. А есть какая-то традиция у тебя Или у твоей семьи? Ну, помимо всяких вот этих жутких обжорств Вот этого праздника с живота на всю ночь, Но это именно какая-то новогодняя традиция? Вот в этом году точно будет традиция, Потому что я сказал, Что в этом году я буду праздновать Новый год дома, Потому что у меня приедет на каникулы Моя дочь из Питера, Которую я не видел уже практически полгода. А так вообще-то это был не домашний? Ну, мы редко дома как-то. Да, мы как-то все время куда-то выходили, Гуляли где-то все время. Вот как-то там. По гостям, по каким-то ресторанчикам. Ну да, по ресторанчикам. А вот в этом году я сказал, Все, мы гуляем только дома, Без всяких изысков. Просто вот дети и жена, и я, и все. И больше никого у них. Ну, может быть, сестра придет. А вообще есть какая-то традиция такая? Вот у мужиков, Мужики вообще очень любят, Они такие устроители 31-го в баню там. Ну, это из фильма. Или там по пятницам парятся, Или по понедельникам играть в футбол. Мужики вот любят такие какие-то традиции. Ну, я домой прихожу точно, Я там и не задерживаюсь. Я люблю, да. Нет, но есть какие-то, да? Я так думаю, что 31-го я в баню схожу обязательно. То есть 31-го? Ну, а как же? Да? То есть перед Новым годом? Ну, без этого дела так просто нормально. Да ладно, без этого. А я не пью сейчас вообще. Вообще? Вообще. Это тревожно. Ну, может быть, немножко тревожно где-то, Но не пью. Потому что такой мужчина, Если не пьет, Это значит либо опасен, когда выпивает. Не опасен когда, Совершенно не опасен. Ну, просто вот так получилось. Вот, ну, раньше немножко выпивал, Сейчас как-то немножко не пью. Хорошо. Звонок из прошлого. Страшное дело. Когда иногда такие... Пройдут, когда и ты захочешь Вдруг понять Как оказался я в ночи У той черты И как врачи меня Боялись потерять Но потеряла в эту полночь Только ты Звонок из прошлого Однажды прозвучит И кто-то в трубке Безнадежно промолчит Пусть сто молчаний Признание и ложь Я столько лет не видел свет В родных глазах Пусть промолчу В ответ ты только Не молчи Я в сотый раз Лечу, забыв О тормозах На красный свет На красный свет Твоих любимых глаз Звонок из прошлого Звонок из прошлого Однажды прозвучит И кто-то в трубке Безнадежно промолчит Пусть сто молчаний Признание и ложь Но только в трубке Ты этим не вернешь Звонок из прошлого Однажды прозвучит И кто-то в трубке Безнадежно промолчит Пусть сто молчаний Признание и ложь Но только в прошлом Ты этим не вернешь Безнадежно промолчит Звонок из прошлого Звонок из прошлого Однажды прозвучит И кто-то в трубке Безнадежно промолчит Пусть сто молчаний Признание и ложь Но только в прошлом Ты этим не вернешь Добрый вечер Алло, здравствуйте Здрасте Ксюша, здравствуйте Я вас очень рада Слышать, видеть и Сергея Добрый вечер Вы знаете, я из Старатова звоню И вот сегодня только услышала от вас Что Сергей Старатова Вы мой земляк Я очень горжусь вами Спасибо И я хотела бы задать вам вопрос У вас есть клип? Вот вы там с девушкой на лодке Это на Волге вы снимали? Это на Волге Вы знаете, я так и догадалась Говорю, вот родные места Вы знаете, где Тинзинь находится? В Тинзине Вот вы знаете, такой родной человек Спасибо Почему-то я сразу подумала, что вы из Старатова Но сегодня подтвердились мои предположения Я очень рада и горжусь Будет очень жалко, если вы уедете в Питер Оставайтесь с нами Да я совсем же не смогу уехать У меня там много У меня мать там живая У меня там друзей очень много Ну как же я совсем уеду? Совсем не смогу Вот Я вас очень люблю Спасибо вам Спасибо вам за ваши творчества За ваши песни Они такие теплые, родные Спасибо Успехов вам Успехов, здоровья, любви, удачи Спасибо Всего доброго Спасибо Спасибо за теплые слова Кстати, вот, Сереж Мы, естественно, ни для кого тоже не секрет Перед десером какие-то технические моменты Вопросы тут обсуждаем Составляем там программу Что-то я там говорю Как бы правила поведения в прямом эфире И так далее Вот И помнишь, я тебе сказала, что будут звонки Ну да, говори Да, а ты сказал Да какие звонки Это что, звезда, что ли, какая Кто мне будет звонить Вот сколько звонков на самом деле Дело в том, что нет Просто постоянно И причем дам Дамы Покорил Вот А дело в том, что что звезда А звезде все понятно Со звездой все ясно В общем-то, чего А потом Отличительная черта Телеканала «Ля Минор» От всех остальных каналов Центральных в том числе То, что у нас здесь И наши зрители Спасибо вам огромное Прекрасно знают Что мы делаем большой акцент На какие-то новые имена Что у нас очень большой акцент На то, чтобы открыть человек И дать ему дальше как бы ход Вот И поэтому здесь как раз Если заинтересовывает Какое-то имя там Не сильно раскрученное Или вообще абсолютно новое То как раз Наш удивительный зритель К этому привыкший И он очень отзывчив И всегда рад поддержать Так сказать, хорошее начинание Ну, ты сказал Что чем только ты не занимался Где тебя только не бросало И так далее То есть, в принципе Ты такой Как сказать Не любитель стоять на месте Не консерватор Нет, на месте ненавидим стоять А вот что ты еще не пробовал И хотел бы попробовать Вот чем-то В какой, я не знаю Отрасли Или в каком ремесле Вот что бы тебе хотелось попробовать Очень много Или научиться чему-то Ну, наверное, не то что Учиться всегда не поздно Чему-то Вот интересно что-нибудь узнавать Ну, это всегда Так интересно Вот чего ты выходил Ой, да Я столько Столько не знаю Что Ну, не знаю Даже как-то Да много чего хочется Конечно Хочется и по Стране Вот, в общем-то Я везде поездил Ну, много где поездил Но все равно не везде был Хочется поездить куда-нибудь Особенно я любитель такой Я не люблю Особо там моря Вот эти Я люблю Что-нибудь с горами связанное Вот такие вот Какие-нибудь расщельные Туда-сюда То есть В таком случае тебе, наверное, ближе Наверное Территория вот бывшего Советского Союза А я ее люблю Я обожаю Не за границей Я обожаю Северный Кавказ Я обожаю Байкал, например Байкал красота Байкал это вообще Особенно зимой Был когда зимой? Да, ну, конечно Я был не раз там Я же 6 лет в Монголии работал Я поэтому каждый год практически был там на Байкале У меня был шок культурный Я была раза 4 на Байкале Ну, летом Вот В теплое время, так скажем Вот И когда первый раз И когда я увидела там Рыбу На 10 метров вниз И прозрачные абсолютно И вот эти какие-то Вот эти Льди вот эти хрустальные Такие Просто как картинка А люди даже многие Что Байкал? Байкал Ну, они же не понимают Я говорю, ребят Красота просто неописуемая Там даже помнят, когда Поезд едет вокруг Байкала Вообще С Иркутска Вот это идет в тоннель И потом пошел Там гусиноозерск, по-моему Я сейчас не помню название Туда вот Кулан-Удэ И там вот 6 часов Он идет вокруг Байкала Ты сиди Вот просто отойти Даже невозможно Да, да, да Красота невозможно А я отдыхала там В Баргузине Со стороны Улана Да, действительно Красота На Депаркадере Там же даже нельзя Поставить палатку На земле Вот такие места я люблю Больше всего Вот, классно Обожаю Следующая песня называется Ты одиноко В гостях у меня Сергей Ершов Я не звоню тебе так долго Ты не зовешь меня К себе Хотя ты очень одинока И это все известно мне Я вновь под окнами твои Стою который раз В тишине И вечер звездами своим Похож на боль Моей души Ты одиноко Одиноко Ты так решила Для себя Мне снится Твой капризный лом И он влечет К тебе меня Курю в тоске Смотрю на окна Твой силуэт Опять ловлю Но почему ты Одиноко А я ведь так Тебя люблю И ты сейчас Совсем не знаешь Что я стою Здесь в темноте Ты снова Ночь одна Встречаешь А мне так Хочется К тебе Ты одиноко Одиноко Ты так решила Для себя Мне снится Твой капризный лом И он Улечет К тебе меня Курю в тоске Смотрю на окна Твой силуэт Опять ловлю Но почему ты Одиноко Когда я так Тебя люблю Ты одиноко Одиноко Ты одиноко Ты одиноко Одиноко Ты так решил Для себя Мне снится Мне снится Твой капризный лом И он Улечет Тебе меня Курю в тоске Смотрю на окна Твой силуэт Опять ловлю Но почему ты Одиноко А я ведь так Тебя люблю Но почему ты Одиноко А я ведь так Тебя Люблю Девушки отдыхают поразил я так подумала мне вернусь к звонку вот и саратова который вот этот фраза пожалуйста не уезжайте из саратова вот и так далее и я вспомнила просто действительно была недавно там на съемках одной программы в качестве гостя и там была компания всякая музыкантская всякие друзья товарищи мои вот и там зашел разговор там это москвичах приезжих но общем все это вот что бывает ток-шоу там и так далее и вот ленчика агутин не безызвестный всем он сказал совершенно шикарную фразу такую простую обычную но если не фразу а высказывание потому что я вот все хотел это нащупать но не получалось господа что такое москвич москвич это ты ничей потому что потому что у меня жена из львова он говорит анжелика ворон вот мы приезжаем во львов она предмет гордости потому что вот наша то прорвалась там туда прозвучала стала звездой и все такое там если там саратов петербург там то же самое какой культ команды зенит там потому что она одна единственная вот и это самое и то есть и большой там маленький городок и так далее но зато это можешь быть королем понимаешь а в москве это данность то есть абсолютно и все никто нет но есть есть такая ксидистриш ну так вот чтобы москва кричала наша то а наша или там про кого-то еще кто в москве да родился поэтому вот я тоже думаю в этом весь на сермяга а вы знаете вообще в саратове ты являешься предметом гордости ну я не могу так сказать я являюсь но многие конечно знают но часто бывают именно в саратове выступления бывают часто да ну не ну наверное три что ли три или четыре раза более ступление саратов не считая корпоратива ну в принципе что касается вот творческой деятельности ты больше делаешь ставку вот на то чтобы записывать альбомы чтобы они крутились на радио чтобы вот как на телеканале ля минор вот выходили какие-то такие программы потом значит там музыкальные номера крутились там круглосуточно время от времени или все-таки тебе хочется от выступления концертов или тебе тут да нет я особо вот в общем то это прямо вот не стремлюсь как концертам просто хочется вот эти песни все донести до людей хочется ну по крайней мере ну даже вот ну вообще интересно же процесс сам вот этот интересный интересно будут ли тебя слушать не будут ли тебя слушать нравится ли не нравится но все же интересно но но в принципе донести это каждый и второй здесь говорит, хочу донести, что она болела. Ну, я действительно так хочу донести. Нет, нет, а по большому счету я же очень многих знаю людей, которые вот здесь были, например, или еще когда не было этого телеканала, а я работала на тех или иных радиостанциях, когда они только начинали, и как у них горел глаз, а потом вот это вот все, что-то свет у вас не очень, что-то звук у вас так, вот это вот все. Райдеры сумасшедшие, непонятно какие. Люди меняются, а по большому счету, ничего с ними такого уж сильно звездного не произошло, по той причине, что то, что их крутят по телевидению, по радио, это же не значит ничего, по той причине, что денег-то они не зарабатывают, концертов-то нету. А профессия тогда, когда ты востребован именно, и ты за это еще, ну, понимаешь, да, ты зарабатываешь. А так тебя можно крутить, но это совершенно тебе от этого не горячо, не ховно. Согласен полностью. Здравствуйте. Алло. Да. Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер. Одни дамы сегодня звонят. Прекрасно. Очень, очень приятно встретиться с вами вот по телевизору. Я училась в Саратове с 71 по 75 год в театральном училище имени Слонова. И просто вот вдвойне такое соприкосновение через вас с Саратовым и с вашим творчеством. Спасибо. Не могу забыть ни музей Радищева, ни Подлибки. Все помню. Я как раз около Липы живу. Я имею в виду, что это очень духовно богатый город, соприкосновение с ним, и когда ты пожил в нем, это, в общем-то, знаете, проникаешься вот этой вот духовностью на всю жизнь. Это сейчас как вот глоток воздуха, когда память поднимается и поднимается все внутри, и это дает силы жить. Спасибо. Спасибо. Видимо, Сергей, ты, наверное, ей просто навеял ее студенческие воспоминания, какую-то, возможно, какую-то любовь. Потому что, как правило, жизнь показывает, что мы любим не столько то или иное место или ту или иную песню, а те или иные воспоминания, связанные с этим городом и так далее. Вполне возможно, что если какая-то любовь какие-то романтические были на керамзитовом снегу, грубо говоря, то тебя будет туда тянуть, и будут какие-то тоже наворачиваться там слезы или, наоборот, улыбка. В день рождения твой. Следующая песня. Было бы глупо не адресовать всем, кто сегодня справляет свой день рождения, наверное, да? Отмечает. Просыпается в окнах рассвет и первый луч упадет на риск. Я надеюсь, сегодня в Москве не будет туч и не будут стекать ручейки, созявших крыш. В день рождения твой Поздравляю любя и букет белых роз. Я несу для тебя, чтобы рядом со мной ты счастливой была. И как прошлой весной ты меня обняла. Ты меня обняла. Продолжение следует... Пробиваются блики лучей и с облаком, Повторяя знакомый маршрут за много лет. Я приеду, пока нет гостей и нет звонков. И оставленным не погашу в прихожей свет. В день рождения твой. Поздравляю любя и букет белых роз. Я несу для тебя, чтобы рядом со мной ты счастливой была. И как прошлой весной ты меня обняла. Ты меня обняла. В день рождения твой. Поздравляю любя и букет белых роз. Я несу для тебя, чтобы рядом со мной ты счастливой была. И как прошлой весной ты меня обняла. И как прошлой весной ты меня обняла. Ну вот мы, собственно, и подошли к ответственному моменту. Два бокала. Да, да, да. Два бокала. Не два бокала, а два бокала. Да, к ответственному моменту это, если вы не слышали, просто позвонила Галина, по-моему, еще в начале нашей встречи и интересовалась какая вот песня прямо вот, прямо вот, самая-самая, чем-то по каким-то обстоятельствам. Ну это просто я ее так люблю. Она же не говорит о том, что... Да, да, нет. Но дело в том, что это сразу, это может просто как-то неожиданно под занавес нашей сегодняшней встречи раскрыть тебя с неожиданной стороны, потому что они вот думали так, 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 а вдруг он, а он вот какой. Потому что нет, ну по вкусам же тоже можно судить человека, правда? Мне вот, например, любопытно, я прямо заинтригована. Вы, надеюсь, тоже. Два бокала прошу. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу рассказать! Удачи! В perfil друзья! Спасибо! Удачи! 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 Хватит шишки напевать И тоже по традиции веков Лучше пить за счастье лёжа Два бокала на столе Этот вечер только начнет Если ты сказала нет Ничего ещё не значит Два бокала на столе Мы за счастье выпьем стой Так и льётся на земле Из порожнего в пустой Я бы выпил в этот раз Странно как-то происходит Что за сила сводит нас Сводит, сводит и разводит Не забыться, не понять Долбит боль всю ту же ноту Вот и делаем опять Над ошибками работу Два бокала на столе Этот вечер только начнет Если ты сказала нет Ничего ещё не значит Два бокала на столе Мы за счастье выпьем стой Так и льётся на земле Из порожнего в пустое Два бокал на столе Два бокала 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 на столе Этот вечер только начнет Если ты сказала нет, Ничего еще не значит. Два бокала на столе Мы за счастье выпьем стоя, Так и льется на земле Из порожья в пустое. Два бокала на столе Исполнители и местами автор-исполнитель Сергей Ершов был, да, не побоюсь этого слова, был гостем сегодняшней программы. Не расстраивайтесь, если не посмотрели или еще раз обрадуетесь, потому что можете повторить себе такое удовольствие. Пять повторов впереди, где, как, что, на нашем сайте. Все подробности, 3W, латинскими буквами, в одно слово, laminortv.ru. Сережа, ну смотри-ка, «Любовь, красивая игра», «Звонок из прошлого», «Два бокала», я эту песню прекрасно знаю. Просто я не знаю, что название. Я еду в пробках, у меня там щелкаю радиостанцию, и довольно-таки часто на нее... Это все, в общем, довольно часто попадаю на эти песни. Это очень... Я их сам написал, эти песни. Да ладно. А вот смотри, видишь как, какие бы не были там ферзепертовые авторы... Ну, иногда бывает, иногда бывает. А свое, да, да, да. Приходит что-то такое. Ну, пусть даже так, редко, но метко. Да я, в общем-то, и дай бог, чтобы так приходило. Ну, да. Ну, невозможно. Постоянно это вообще ничего не бывает. Ты вообще в жизни доволен? Доволен очень. Производит впечатление, что... Очень. Что ты как-то... Вот менять бы ничего не стал. Ну, много ошибок я в жизни сделал, конечно. Но это мои ошибки по-любому. Я свою жизнь сам прожил. А вот я вообще, чем старше становлюсь, тем как-то так у меня... Вообще больше сомневаюсь, естественно, да? Говорят, это признак мудрости. Я так же. Так вот насчет вот этих русских народных, так сказать, премудростей, то, что, знаешь, глупый учится на своих ошибках, а глупый на чужих, это такой бред. Как можно научиться на чужих ошибках? Вообще только на своих, абсолютно. Только на своих, конечно. Потому что ситуации-то могут быть одни и те же, но предлагаемые обстоятельства совсем другие. И сам человек другой. То, что одному свойственно, то другому недопустимо просто. Конечно, согласен. Ну, если он тебе скажет там, беги быстрее! Ты скажешь, как это так? Я не могу. Я не умею быстро бегать. Вот. Я лучше договорюсь там, да? Правильно? Правильно. А что бы хотелось в идеале все равно, так сказать, ну, что называется, для полного счастья? Так вот. Ведь что-то всегда хочется. Потому как, если заканчиваются желания и мечтания, в общем-то, заканчивается жизнь. Ну, для полного счастья, конечно, хочется, допустим, сейчас вот проехать там попозже по городам, спеть эти песни хочется. То есть, какой-то большой тур хочется. Ну, а почему бы... Ну, я вообще так устроен, вот лично я устроен, чем больше я двигаюсь, тем больше я живу. Мне надо постоянно двигаться. Жизнь? Я не могу сидеть. Я вот иногда, у меня бывает что-нибудь, ну, температура там... Приходится дома лежать. К обеду для меня это шок. Все. Я не могу уже лежать. Это очень по-русски. Мне надо бежать куда-то. Да, и очень по-мужски. Что ж, спасибо большое. Было очень приятно в очередной раз с тобой встретиться, поговорить, послушать красивые песни. Спасибо. До встречи в следующем году. Ну, а с вами прощаюсь, как обычно, ненадолго. Всегда ваша Ксения Стриж. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok